5 проектов которые не принимались переделывали 5 проектов это вот было я уже здание построил да не мог получить разрешение на строительство здание уже стояла под крышей стояла уже оборудование завозил я еще согласова разрешение на строительство поэтому в россии невозможно ничего быстро делать невозможно надо жизнь прожить чтобы получить разрешение с момента получения долгожданного разрешения на запуск первого в серпухове мини цеха по производству колбас прошло немного немало 5 месяцев в условиях жесткой конкуренции и экономического кризиса основатель данного производства мельников николай васильевич выбрал путь далеко не инновационного направления мы пошли по пути другому максимальное вложение минимальная прибыль и соответствие качеству 40 летней давности не секрет что в современных условиях основная масса производителей придерживается формулы минимальное вложение максимальная прибыль экономя на сырье активно используя новые технологии которые уже сегодня позволяют подменять мясо сои и вкусовыми добавками колбасное производство способно стать очень выгодным предприятием принося весьма приличный доход за рекордно короткий срок казалось бы пустячковый вопрос для опытного бойца николая васильевича продемонстрировать пример грамотного вложения капитала есть одно но у нас цель сделать нормальную колбасу если какие-то новшества новшества да то на сегодняшний день до пищевая и химическая наука столько новшеств произносят да так вот сегодня наверное лучше вернуться лет на 40 назад чем вот идти вперед мы в серпухове и вот для нас ну прям красной линии идет красной линии может такое такое бахвальство даже не знаю как назвать да но мне больше цены интересует мнение серпуховичей их отношения николай васильевич уверен что высказывание все гениальное просто применимо и к рецептуре колбасных изделий если конечно они готовятся из мяса свиной окорок или вырезка бескостная говядина соль ну и напоследок качественные специи все вместе измельчить и перемешать начало положено далее подключается технолог опытный специалист не в плане нахимичить а в плане точно рассчитать время выдержки в посоле установить нужную программу варенье копчения и сушки и вот уже на выходе колбаса с прекрасными вкусовыми свойствами правда с непривычным глазу потребителя внешним видом колбаса не может быть красивой все хотят чтобы колбаса была красивая прямо розовенькая и тому подобное но никак не может быть натуральная колбаса вы мясо достаете она у вас красивая срок годности колбаса не может быть срок годности полгода это значит нее добавлены антибиотики ну и тому подобное у меня срок годности вареной максимум семь дней дальше сыра копченые копченые две-три недели вот он и срок годности но стараемся выпускать так чтобы ее реализовали в два-три дня сегодня более двадцати наименований колбасы и в том числе деликатесы под брендом велес вырабатывает мини завод мельникова уже более пяти торговых точек снабжают население города серпухова высококачественной а главное натуральной колбасой места продаж колбасы под маркой велес славятся у покупателей еще и проведением дегустаций дегустация у нас бесплатно вы не обязательно заходить в магазин и покупать достаточно попробовать кто пробовал да они у нас берут эту колбасу и на сегодняшний день ну такие люди от которых я слышу слова благодарности очень уважаемые серпухов